здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я психолог практик также богослов по образованию сегодня мы с вами поговорим на тему снова нрл хочу напомнить что у нрл нет гендера то есть этим заболеванием могут страдать и мужчины и женщины это может быть ваш коллега ваш бизнес партнер ваш друг ваша подруга и так далее то есть здесь тема на самом деле обширная но сегодня мы поговорим о бизнес-партнерах людях с которыми вы начинаете какое-то общее дело и потом вдруг понимаете что это нарцисс что в этих случаях нужно предпринимать нужно ли дальше вообще сотрудничать таким человеком вы должны знать что нарцисс это такой человек с которым в принципе невозможно строить не партнерские отношения в отношениях так скажем мужчина женщина не в бизнес отношениях потому что это человек который будет вас обязательно подставлять очень по крупному причем подставлять и ему самое главное то спасти свою пятую точку конечном итоге ему нельзя доверять что-то личное какие-то личные сведения самое главное для нарцисса это урвать свой куш и он не смотрит на перспективы дальнейшие а вдруг этот человек тебе еще я не знаю даже пригодится по жизни да об этом нарцисс тоже особо не задумывается ему самое главное оторвать кусок от пирога съесть его а потом уже ему приходит вторая мысль а что же дальше то поэтому какие-то перспективные деловые связи отношения с нарциссами строить я бы не советовала даже если вам кажется что этот человек очень умный но этот человек ненадежный ко мне нередко приходили люди вот в этом плане что вроде бы сотрудник это хороший да но как с ним отношения наладить знаю что он нарцисс я всегда отвечаю одно не надо с ними налаживать отношения не покупайтесь вот на это призрачное что они как будто бы интеллектуальные этот интеллект он ровно как как вам кажется хороший ровно с настолько же он и плохой что он вас по жизни будет реально так подставлять что вы пожалеете что вообще с ним связались понимаете критическая ситуация он будет на вас доносы например какие-то делать чтобы лишь бы себя спасти выбереть критическая ситуация он будет просто убегать да и так далее и тому подобное что касается например какого-то крупного бизнеса но допустим представим вкладываете вы одинаковые деньги в бизнес но по итогу работает например один а второй не является на деловые встречи или ведет себя как-то неправильно и вы один тяните весь бизнес на себе на своей спине и самое ужасное что это могут быть например какие-то сделки подписаны так скажем на годы да и вам с этим человеком еще сотрудничать и сотрудничать а с ним невозможно договориться ни о чем потому что с нарциссами невозможно наладить здоровый контакт это человек который будет просто тянуть на себя одеяло и они безответственные они не могут как бы взять ответственность потому что у них на самом деле развитие трехлетнего ребенка в том плане что вот лишь бы для себя все да а потом пусть другие за меня работают то есть еще такая ленивость присутствует ложивость что-то пообещает например и не сделает и так далее и тому подобное друзья мои поэтому еще еще раз вас вам советую не связывайтесь с нарциссами не в деловых отношениях не стройте с такими людьми семью нежелательно особенно когда вы стоите перед выбором да еще думаете надо вам это или не надо поверьте опыту многих людей которые сталкивались с такими людьми а тут пока не столкнешься не поймешь с кем ты имеешь дело пока как говорится собаку не съешь но те люди которые сталкивались с нарциссами они меня понимают как говорится вот он в